В Люберцах усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. На въездах в округ дежурит патрули ГИБДД. А на самой территории работают сотрудники полиции, Росгвардии, народные дружинники и инспекторы Госадомтехнадзора. Наша съемочная группа увидела, как проходят профилактические рейды. Непростая эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в привычный уклад жителей столичного региона. При этом далеко не все соблюдают требования режима самоизоляции. Чтобы исправить положение, на улицах городского округа Люберцы усилены патрули полиции, Росгвардии, ГИБДД и административно-технического надзора. Потому что мне нужно пенсию получила, а страховую не получила. Пошла решать вопрос. Уважительной причиной выхода из дома считается только поход в аптеку, вынос мусора, выгул питомца в 100 метрах от дома или покупка продукта в ближайшем магазине. Однако не все люберчане готовы отказаться от своих привычек. За продуктами только на Люберецкий рынок. Несмотря на то, что живут на другом конце города. Это ближайший ко мне рынок продуктовый, который расположен в самый близкий от моего места проживания. Но мне же надо за продуктами ходить, кушать. В магазинах этого нет. Нарушителей наказывают не только словом, но и рублем. Гуляющим по улицам протоколы выписывают инспекторы Госадомтехнадзора и полицейские. Причина вашего появления на улицу? По рабочим. По какой? Ну, на работу еду. Справка? Нету. Протокол составляется на месте. Лицо вызывается на составление постановления. С сегодняшнего дня для передвижения на транспорте в столичном регионе жители Подмосковья должны оформить специальный пропуск в мобильном приложении госуслуги «Стоп коронавирус». На въездах в Люберце дежурят патрули ГИБДД, которые проверяют у водителей и пассажиров наличие электронных пропусков. Для тех, кто пока еще не понял, что халатное отношение к режиму самоизоляции просто опасно для общества, напоминаем, что таким поведением вы также несете смертельную опасность для себя и своих близких. Если вы стали свидетелями нарушения режима самоизоляции, сообщите об этом по телефону 112. Не оставайтесь в стороне. Это наша общая беда. Только вместе мы сможем пережить этот сложный период.